Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и сегодня у нас в гостях в нашей студии Виталий Кириллович, наш добрый друг Ласенко, Российский Евангельский Альянс. Да, очень приятно опять быть в вашей студии, Альберт. Добрый день. Давно не были. Начну сразу с такого вопроса, который, честно говоря, меня сильно удивил. Та новость, которая прошла, что в Госдуме, в Комитете по религиозным и общественным организациям состояла встреча религиозных лидеров. Протестантов, как написали. И я знаю, что вы были одним из организаторов этой встречи с председателем этого комитета, Сергеем Гавриловым. Ну да, так и произошло. Инициатором этой встречи было всесоюзное содружество евангельских христиан. И также Российский Евангельский Альянс. И эта встреча планировалась давно. И вот, слава богу, много было всяких сложностей. И ковид, и запрет на посещение Госдумы. И, как вы знаете, очень давно уже не было таких публичных встреч. Особенно с представителями парламента. Эта встреча была организована. И вот я очень рад, что она состоялась. Но вот то, что меня потрясло, количество негативных комментариев. Вот после того, как один из участников выставил это, в соцсетях фотографию, вроде безобидная фотография. Столько гнева, столько негатива вылилось. Почему? Вот именно на... Были представлены главных союзов, да? Ну, ведущих, неведущих. Но от себя замечу, что меня поразило, что не были лютеране вообще. Из крупнейших наших, вот, нескольких лютеранских таких братств, союзов. Ни одного представителя не было. Не было ни пресс-экториан, никого больше. Не зовут, или это все-таки... Я как бы два вопроса уже подвел. Первый негатив, почему столько много негатива. И второй, почему не были действительно все протестанты, а только, ну, вроде как бы аптисты и писяньки. Даже адвентистов не было. Да. Сейчас я объясню. Знаете, я сам был удивлен, почему вот вместо того, казалось бы, есть такие публичные встречи. Идет некий государственно-конфессиональный диалог. Но мне кажется, из-за ситуации, из, вот, поляризации общественного мнения, может быть, связанной и с Навальным в том числе, что люди каким-то образом перестали, перестали доверять власти. И, может быть, в связи с тем, что долго не было никаких таких публичных встреч, или люди как бы так немножко разучились, или как бы отстали от такой информационной повестки. Может быть, это повлияло каким-то образом. Ну, и второе, почему у некоторых не было. Например, представитель Гончаров позвонил, сказал, что я заболел, не смогу быть. Наши евангельские, уважаемые христиане-баптисты сказали, что будут, но по каким-то причинам не смогли. Вот, те другие конфессии по разным причинам тоже не смогли быть. Вот, но диалог все равно состоялся. Это, можно так сказать, первая встреча на таком уровне с Сергеем Анатольевичем Гавриловым. Он уже много лет возглавляет этот комитет, и я очень рад, что он принял нас, и очень состоялся такой доверительный, откровенный диалог. Я немножко знаком с ним, потому что он как раз был одним из тех лидеров Госдумы, которые в нашу защиту от Калужской церкви, он писал не просто депутатский запрос, а запрос от лидера комитета, от главы комитета делал. Запрос такой, помогло, не помогло, скорее всего, не помогло. У нас умеют бумаги запрятать подальше, вылежать их или дать ответы, которые ни о чем. Но, тем не менее, интересно, что состоялся. Я поймался на мысли, что люди, вот почему я опять в негатив, тот, который я увидел в соцсетях, что люди как будто перестали зависеть члены церквей от авторитетов. Жесткая критика. Опять пришли полюбоваться, покрасоваться. Может быть, проблема в том, что даже не дали расклад, что было, почему встречались. Просто фотография, вот мы здесь, вот мы улыбаемся, вот какое счастье, что нас приняли. Ну, трудно сказать, но, может быть, в последнее время нет каких-то реальных результатов. Есть такое выражение, ничто так не мотивирует, как результат. Даже по вашей церкви мы и там встречались, и с теми встречались. И нет никакой подвижки по Туле, да, по Орлу, по другим таким, ну, можно сказать, сложным ситуациям. У нас, ну, пока нет, ну, какого-то позитивного сдвига. И все это в совокупности может, ну, как-то так сказать людям, что, ну, нет ничего позитивного. Зачем встречаться, если власть никак не реагирует. Но, с моей точки зрения, я считаю, что мы все равно добьемся результата, и диалог лучше, чем конфронтация. Угу. Я согласен. И, ну, расскажите тогда вот об этой встрече, чтобы просто люди знали, что действительно все вот главы, да, там, уважаемых союзов пришли. Вот, вы были организатором. Это очень приятно, что Евангельский альянс стоит сейчас как бы над союзами, над, так сказать, вот, всеми вот этими вещами. И делает, вот, как вы правильно заметили, что надо диалог вести. Ну, Российский Евангельский альянс, он не над стоит, а вместе со всеми. Поэтому мы, как бы, братья и сестры во Христе, мы делаем общее дело. И, действительно, вот, вот эта встреча была организована таким образом, что через тоже наши личные знакомства с Сергеем Анатольевичем была предложена такая идея встретиться с главами протестантских деноминаций. И все главы деноминаций поддержали эту идею. И вот такая встреча состоялась. Ну, прежде всего, Сергей Анатольевич рассказал о том, чем занимается комитет, какие были приняты государственные акты, какие законы, связанные с добровольцами, связанные с финансированием всякого добровольческого там движения и так далее, и тому подобное. И сколько чего было сделано. Был прекрасная работа, замечательная. Но, так как тут, там собрались такие люди-практики, которые непосредственно занимаются религиозными вопросами, то были заданы, ну, такие животрепещущие вопросы. Например, епископ Картавенко задал такой вопрос, вот, как нам быть юридически, когда просто верующие люди собираются на день рождения, на какие-то другие такие, ну, просто встречи, но их штрафуют, обвиняя в том, что это незарегистрированная религиозная группа. То есть, очень животрепещущий вопрос, потому что вот в некоторых регионах, вот, была ситуация даже, вот, узловой у адвентистов седьмого дня, когда прямо в здании церкви людей оштрафовали, потому что у руководителя молитвенной группы не было какого-то удостоверения. Вот. Второй очень тоже, можно так сказать, сложный вопрос задал епископ Гробовенко. Он задал вопрос, как будут проходить аттестацию вот те наши братья и сестры, которые получили духовное образование за рубежом. На что было очень удивительно, но точно отвечено, что государство никак не будет вмешиваться в эти вопросы. Те религиозные, аттестованные, лицензионные учебные заведения, которые есть в той или иной конфессии, эти учебные заведения будут проводить как раз вот эту самую аттестацию. В случае того, что в какой-то религиозной централизованной организации нет такого учебного заведения, они могут заключить договор с другим учебным заведением и пройти такую аттестацию. Сергей Васильевич Реховский задал очень сложный вопрос, который действительно касается вот ситуации с свидетелями Иегова. Он спросил о том, как могут практиковать свою духовную жизнь люди, чьи религиозные организации закрыты или запрещены законам. Мы слышали буквально недавно, что люди встречались и одного из человека, которому, по-моему, даже 60-70 лет дали 7 лет. Как быть в такой ситуации? Потому что законодательно само вероучение не запрещено, а как организация, административная структура запрещена. И было много такой дискуссии, достаточно откровенной. Я тоже поднял вопрос о том, что все наши западные братья и сестры очень обеспокоены применением закона Яровой. И, может быть, полтора или два года назад в общественной палате были слушания по этому вопросу. И заместитель министра внутренних дел сказал, что дайте нам хотя бы полгода, чтобы мы могли объяснить нашим полицейским кадровому составу, в чем разница между свободой вероисповедания и миссионерской деятельностью. Другими словами, что свобода слова у нас не запрещена. То есть мы можем свидетельствовать о своих убеждениях. Но как только мы начинаем кого-то приглашать к себе в церковь или к себе домой или куда-то, вот это уже карается этим законом о миссионерской деятельности. Если ты приглашаешь, неуполномочен и неуполномочен либо пастором, либо каким-то другим духовным авторитетом. И вот на эти сложные темы мы как бы говорили. И достаточно открыто Сергей Анатольевич очень много вещей для себя как бы пометил. Потому что буквально в ближайшее время будет вот этот федеральный закон 922 опять будет рассматриваться. И он хотел бы собрать некую группу экспертов религиозных, которые бы могли вот ну как-то обсудить. Это по аттестации священнослужителей? По аттестации священнослужителей. Здесь у меня вопрос. Я видел в одном из комментарий из Петербурга одного ученого нашего, брата христианина, я знаю его. И он задал такой вопрос очень интересный. А кто будет у нас в России аттестовывать тех, кто закончил Кембридж, получил образование теологическое или какие-то. Или другие ведущие западные университеты, которые входят в ТОП. Есть у нас, у протестантов, неважно у православных, такие заведения, которые могут действительно оценить тех, кто получил образование там. Ну как я понял, со слов, так как еще закона нет, есть просто обсуждение. Но это очень быстро. И он будет опять карательный, как вы сказали, ваше слово. Карательное. Карательное? Да, а то, что вы сказали. Да, что ты, что ты. Как нам объяснил Сергей Анатольевич, что не будет каких-то карательных мер по отношению религиозных, подтверждения религиозного образования. То есть, например, если приезжает из Кембриджа какой-то специалист, который будет преподавать или учить в какой-то деноминации, например, евангельских христиан, то семинария евангельских христиан, если она имеет государственную аккредитацию и лицензию, она, насколько это возможно, аккредитовывает этого человека, чтобы он работал в их, под таким духовным, если можно сказать, православным языком, амафором. Безусловно, что степень образованности, потому что Кембридж считается одним из таких ведущих университетов, то здесь не имеется в виду оценки уровня знаний. Здесь имеется в виду конфессиональные догматические убеждения. — И вы думаете, что не будет карательно? Вот касаемо тех же религиозных групп, вот только сообщение было опять в Анапе, опять в Баптистов, нерегистрированный союз, как мы называем его, и опять пришли и осудили их. Вроде как закон говорит, что это уведомительный характер, а карательная машина работает по-своему. — Министр просил полгода. Прошло сколько уже? Два года? — Около двух лет. — Около двух лет. И машина только раскручивается, и все хуже и хуже становится. — Мы как раз в этом разговоре сказали об этом, что ситуация, особенно в регионах, можно так сказать, катастрофическая. По разным причинам местные органы власти, чем они мотивированы, либо действительно исполнением закона, либо какой-то другой мотивационный фон, они просто идут и начинают проводить свою такую карательную линию. — Мой опыт в разговорах по вопросам в Тульской губернии, в Тульской области, в городе Тула, я сказал, что это же нонсенс, когда три, а то и четыре здания евангельских протестантских церквей определены под снос. — Это невозможно. Это какой-то геноцид. Это прекрасное здание, это украшение города. Почему так происходит? — Вот так система работает. Как мне объяснили, во избежание коррупции и взяточничества, мэр города сразу направляет такие коррупсоемкие дела в суд, и суд уже принимает решение. И даже не рассматривается какое-то досудебное разбирательство. А когда суд уже принимает решение, то уже тогда поздно. — Так что-то я не понял, какая коррупция? Это что, наши чемодановые деньги несут? От нас отстаньте? — Нет. Как мне объяснили, что государственные чиновники боятся того, что им будут что-то предлагать ради каких-то уступок. А они именно за законное исполнение своих должностных обязанностей. — Это очень интересно. Вот мне напомнила недавно ситуация. У меня в Калуге тоже была чиновники. Встретились в областной администрации, и началось все с грубости, с наезда, с криков. Я говорю, послушайте, я вам ничего не должен. Я не вас подчиненный. Причем был клерк по внутренней политике, и начал так наезжать. Мы ему письмо принесли. Просто с оказией был, надо было просто отправить, да и все. И так начал наезжать. Я говорю, послушайте, я ничего не совершил. Я никого не убил, никакого преступления. А вы с меня уже требуете какие-то бумаги, докажи, что ты не это. Такая ситуация уходит. — В какой-то степени отсутствует так называемая презункция невиновности. Может быть, это у нас такая историческая традиция, когда начальник всегда прав, а подчиненный не прав. Второе, мы должны понимать, что мы, как евангельские христиане, протестанты, являемся таким меньшинством. И в какой-то степени, с точки зрения такой политической, может быть, мы более подвержены каким-то западным воздействиям. И так далее. Поэтому нам нужно, как Писание говорит, с терпением проходить надлежащее нам поприще. С другой стороны, я буквально недавно перечитывал Нагорную проповедь. Господь сказал, желающего у вас взять одну одежду, отдайте им все. Пройти одну милю, пройти с ним две. Почему? Таким образом будете сыновьями Отца нашего Небесного. Это сложно. Это не совсем по-современному, чтобы мы юридически защищали свои права и обязанности. Кириллович, у меня вопрос тогда. Да, пожалуйста. Тогда Нагорная проповедь что, только для протестантов? Ну, типа того, не для православных. Взяли храм, отдай еще два. Только нас касается и с терпением проходи. Ну, вам ничего нельзя сказать. Я начал немножко так вот размышлять, а вы сразу меня вот припяли. Четыре в Тульской области сами сказали. Да. Отдайте еще четыре, пусть несут. Нет, ничего. А то они боятся вдруг кто-то им... Нет, я к чему? Я к тому, что несмотря ни на что. Мы понимаем, что когда Господь наш Иисус Христос был тогда в Палестине, что Палестина была тоже под оккупацией... Там не было Палестины еще. Ну, нет, ну, Израиль, извините, да. То есть, в Израиле она была под оккупацией Рима. И многие задавали Христу вопрос, ну, когда же ты освободишь нас? Когда же мы станем вот такими number one, да? А Христос говорит, вот мое царство, да? Вот будьте готовы дать отчет каждому в своем уповании. И вот вы говорите, я уже прошел там 20 лет судебной экспертизы, да? Почему? Какого экспертиза? Ну, я говорю, опыта судебного. Ну, вот так вот происходит, да? Вот что делать, да? Хотелось бы, чтобы мы могли каким-то образом обсудить и решить этот вопрос на государственном уровне. Но, как вот было уже отмечено, что, к сожалению, мы не можем констатировать, что есть, ну, какой-то позитив. Да, есть позитив тот, что вот некоторые вещи мы все-таки отстояли в Верховном суде, да? Что можно собираться в частных домах, да? Потому что, если бы это ставилось под сомнение, то тогда евангельская церковь, ну, я имею в виду, что вот наши евангельские протестантские конфессии, мы бы потеряли до, наверное, 80% всех помещений для богослужения. Тогда было бы вообще, ну, как бы, край всему. Ну, я вот хочу возвратиться тогда, наверное, подытожить уже, вот эту встречу, которая состоялась в комментирующем. Просто вот для наших зрителей сказать, что полезного она нам принесет или принесла уже? Будет какое-то продолжение развития или только все ужесточатся, ужесточатся? Ну, вас услышали? Я думаю, что нас услышали. Я думаю, что мы не можем сказать, что вот провели одну встречу и прямо вот сейчас вот на гора выдаем результат. Все, мы обо всем договорились. Как я уже сказал, что в связи с вот с ковидом, в связи с другими всякими политическими ситуациями, таких встреч не проводилось достаточно долгое время. Это первая такая встреча, когда главы конфессий, евангельских конфессий встретились лицом к лицу с представителем, вот, можно сказать, законодательной власти. Опять же, Гаврилов не решает все вопросы. Он председатель комитета. И, как мы знаем, что даже вот тот закон, который мы называем «Озерова» и «Яровой», что он вообще прошел не через его комитет, а через другой комитет, отвечающий за безопасность. Поэтому я могу сказать, что начался диалог. Второй важный момент, что мы не можем все вот прямо вот выдавать на гора. Начался разговор, намечены некоторые дальнейшие встречи, работа. Поэтому мы продолжаем разговор, продолжаем дискуссию. Мы поставили какие-то такие вот вехи, куда мы идем. И я очень рад, что такой диалог начался. Ну, безусловно, все мы понимаем, что вот до этого момента Сергей Анатольевич больше вел себя таким как проправославным политиком. Он еще является и главой межправославной ассамблеи парламентариев. И то, что он вот таким, можно сказать, демократическим образом пригласил нас, выслушал. Мы задавали достаточно, ну, такие, можно сказать, резкие вопросы по группам. Что делать в такой ситуации? Как будет проходить эта аттестация? И другие были сложные вопросы, которые, может быть, нет для такого публичного эфира. То есть процесс пошел. И я думаю, что это очень хорошее начинание. Надеюсь, что оно будет иметь свое продолжение. И мы будем с Божьей помощью информировать евангельское сообщество через ваш канал, через другие средства публикации. Потому что, ну, иногда нельзя, вот, как сказать, раньше времени, вот, как сказать, делать какие-то утверждения. Потому что нам хочется прямо сегодня и сейчас мы делаем какие-то заявления. А потом представители власти говорят, мы же, как бы, еще в процессе. Куда вы спешите? Поэтому давайте не будем спешить. Мы долгое время ждали, вот, переждали этот ковид. И слава богу, что у нас, вот, начался, начался такой прогресс. Я тоже хотел сказать, что мы планируем некие подобные встречи, вот, с московским правительством. Чтобы пасторы Москвы могли встретиться, задать вопросы, которые их интересуют. Поэтому вот, вот, вот такой государственно-конфессиональный диалог будем продолжать и дальше. От себя добавлю, что вот, я все больше и больше убеждаюсь, что нам нужны площадки, нам нужны представительства. Этого недостаточно, то, что сегодня происходит. Конечно, нужны наши представители и в Совете Федерации, чтобы работать и там. Потому что все законы проходят в Госдуму, Совет Федерации и ложатся на стол президента. Нам нужно говорить о том, что есть. Потому что, если мы будем молчать, то проблемы только будут возрастать, возрастать и возрастать. То есть, как вы говорите, для него, для председателя этого комитета было очень много откровений о том, что происходит на местах. Ну, безусловно, потому что люди живут в Москве, люди занимаются законотворчеством. Они не до конца понимают, вот, что происходит в регионах. Потому что наше государство многоконфессионально, да. То есть, есть люди вот на том же Кавказе, которые и там государство борется с, может быть, с исламским экстремизмом, который, ну, в какой-то степени пользуется теми же самыми методами. У них домашние группы, там, домашние какие-то богослужения и так далее. Прямо как у нас, как у протестантов. Вот, и кто-то, нам трудно это понять, да, вот, хотелось бы, чтобы все у нас было, и нам за это ничего не было. Но, к сожалению, живя вот в таком многополярном обществе, вот, есть разные сложности, которые, вот, ведут нас к каким-то ограничениям. Ну, задача, задача нас, как представителей, вот, евангельского движения, доносить наши нужды, наши сложности, наши проблемы, наши рекомендации до людей, которые обличены властью, чтобы они смогли как-то на это откликнуться. Надо работать. Да, надо работать. А иначе будет, как в той неканонической притче про золотую рыбку, когда поймал и говорит, хочу, чтобы у меня все было. И рыбка ему говорит, иди, все у тебя было. Чтобы мы не оказались в этой ситуации, что у нас все было, все отняли, все забрали, и мы сидим по семь своих с половиной лет и проповедуем. Ну, да, но, с другой стороны, как бы, вот, дорогу осилит идущий, да, и вот, я хотел сказать, что после того, как Дух Святой сошел на апостолов, да, после Пятидесятницы, Господь сказал, идите, да, и научите. То есть, не сидите, не ждите, что вам все это вот свалится, а проявляйте инициативу, стучите и отворят вам, ищите и найдете. Поэтому вот с таким вот посылом я бы хотел сказать, что мы должны действовать как на федеральном уровне, так и на региональных. Стучать, говорить, планировать, делать какие-то мероприятия, несмотря ни на что. Потому что вот быть светом, солью вот для этого мира. Ну, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Рассказали, потому что вопросов действительно много и критики, и негатива. Государство молчит не говорит, наши духовные лидеры молчат не говорят, а вы же видите, градус повышается у населения, у людей, у людей огромный запрос на справедливость, на все, люди живут в этом во всем. И говорить просто терпите, терпите тоже тяжело. Ну, безусловно, безусловно. Я думаю, что мы должны информировать и говорить. Спасибо, дорогие друзья, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, и наш гость, который будет нас все больше и больше информировать, Виталий Кириллович Власенко, глава, нет, посол Российского Евангельского Альянса. К Русской Православной Церкви. Спасибо, Виталий Кириллович, все благослови Господь. Спасибо. Спасибо.